Чебоксар Откуда берется чистая вода в кранах чебоксарцев, накануне показали депутатам Чебоксарского городского собрания. Они побывали на столичном водоканале. Будут ли теперь народные избранники пить из-под крана? И достаточно ли мы платим за чистую воду прямо сейчас? Для очистки воды уже давно не используют хлор. Перешли на гипохлорид натрия. Он и безопаснее обеззараживает лучше. Начал рассказ директор водоканала для депутатов Чебоксарского городского собрания. Многие из которых здесь в первый раз. Я пью из крана. Я вам сегодня могу демонстрировать, всем демонстрирую, что я доверяю лабораторию, потому что у нас стоят контрольные приборы. Они постоянно мониторят. Все, качество воды соответствует. Конечно, есть и в сетях где-то в южном районе, там, да, сети изношены. Отсюда вот вода до источника, до последнего потребителя идет 24 часа. И чтобы она в течение 24 часов соответствовала, нужно ее постоянно поддерживать. То, что воду можно пить из-под крана, еще не означает, что на водоканале нет проблем. Первая всплыла на первом же объекте, в хлораторной. Еще в конце прошлого года реагенты для обеззараживания воды подорожали. Если гипохлорид производят чувашский химпром и по цене еще можно договориться, то расходы на привозной сульфат аммония выросли почти в два раза. От него, конечно, не откажутся, однако это уменьшает другие статьи расходов. Ремонт, модернизацию. В помещениях, где вода фильтруется и отстаивается, тоже не все гладко. Перила они меняли уже 14 лет. Ремонт таких, казалось, мелочей тоже требует денег. Заработная плата на водоканале ниже, чем в среднем по отрасли. Как следствие, молодежь работать не идет. Между тем, специалисты водоканала посчитали, сколько должен стоить куб воды для населения, чтобы предприятия оставали средства на ремонт сетей и модернизацию системы водоснабжения. У нас самый низкий тариф Приволжского федерального окна в городе Чебоксара. Это водоснабжение 13 рублей 39 копеек. В соседних городах у нас тарифы достигают и 27 рублей, и 30 в некоторых городах. Экономический обоснованный тариф у нас составляет намного выше. Практически, если бы мы вышли на экономический обоснованный тариф, у нас бы тариф, если бы нам утвердили, он был бы 30 рублей. Ну как практически в регионах. Поднимать тариф на 100 или даже 50 процентов, разумеется, никто не будет. Но некоторое повышение горожан все-таки ждет. Пока приблизительно до 16 рублей 70 копеек. За счет того, что мы сейчас предусмотрим эту инвестсоставляющую, там она будет порядка 2,5 рублей в тарифе, да, за куп воды. Вот это, в принципе, не такая уж и большая цифра. Но за счет этих средств мы сможем уже порядок приводить в наши сети. К сведению проблем водоканала теперь примут и депутаты. Сооружение, в действительности и все аппаратуры, двигатели требуются замены, постоянной модернизации. В действительности требуется огромных вложений. Мы депутатским корпусом, работа это наша, комиссия наша. Конечно, будем смотреть и утверждать планы работы по бюджету на следующий год. К сожалению, тариф будет поднят, но это все оправдано. Это все ради благих целей, ради, в первую очередь, наших горожан. Сейчас будет обсуждение. Я думаю, там поднимутся какие-то вопросы. Я бы хотел задать вопрос руководству водоканала. Нет ли какой-то возможности у учреждения дополнительно зарабатывать средства? Они занимаются водой. Как мы знаем, сегодня многие заказывают домой бутылизированную воду. Во всех офисах стоят кулеры. Не всегда эта вода бывает из артезианских схважин. Иногда это просто высокоочищенная вода. Есть и хорошие новости. По федеральной программе здесь строится комплекс по переработке осадка. Это означает, что водоканал прекратит забрасывать любые остатки, которые остаются после очистки в Волгу. На внеочередном заседании депутаты обсуждали тарифы на воду. Сколько в итоге придется платить горожанам в следующем материале. И вода чистая, и тариф низкий. Так, раньше можно было описать отношения чебоксарцев и водоканала, которые снабжают город водой. Ситуация, которая складывается сейчас, подходит под другую народную мудрость. Любишь чистую воду, люби за нее платить. Предприятие пришло в плачевное состояние. Сети изношены, резервуары старые, зарплата у сотрудников небольшая. Причин несколько. Во-первых, тариф на холодную воду в столице Чуваши уже много лет самый низкий среди городов ПФО. 13 рублей 39 копеек. Для сравнения, АллатРцы платят за куп 27 рублей 46 копеек. Ишкаролинцы 15 рублей 26 копеек. Во-вторых, в начале 2000-х руководство водоканала на модернизацию взяло кредит в долларах и попалось в ловушку курса валют. Так или иначе, водоканал разработал план спасения. Специальную инвестиционную программу, которая, помимо прочих мер, требует поднять тариф для населения. Предлагаем обратиться к главе Чувашской республики об установлении предельного индекса размера платы граждан города Чебоксары за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в размере 25%. Если тариф вырастет на 25%, значит, чебоксарцы за подачу воды будут платить вместо 13 рублей 39 копеек 16 рублей 74 копейки. Так в месяц семье из трех человек придется тратить на 70 рублей больше. Прежде чем пойти на такой шаг, народные избранники решили увидеть все своими глазами и пастили водоканал. Мы все стали заложниками безалаберного отношения к своим коммуникациям. Такой вывод единогласно сделали все члены комиссии, выездной комиссии, которая вчера была организована на водоканале. Все остались под глубоким впечатлением от состояния всего водоканала, всех систем очистки, подачи воды, труб. И нет у нас, к сожалению, другого выбора, нет другой альтернативы, кроме как с тем, что согласиться, к сожалению, согласиться с повышением на вот эти хотя бы 25%. У фракции КПРФ не только вот наше вборсобрание, а вообще у фракции КПРФ есть четкая позиция, что КПРФ никогда ни за какие повышения тарифов голосовать не будет. По факту водоканал находится на грани буквально жизни и смерти. Это было наше первое выездное заседание. То, что мы увидели, это старое ветхое оборудование, это рушащиеся здания насосных станций. И эту ситуацию, конечно, нужно менять. Тот вариант, который нам предлагает сегодня водоканал, это утвержденная инвестиционная программа. Поэтому, ну, как бы нам ни хотелось, особенно представителям оппозиционных партий, в коем я являюсь, от ЛДПР, мы должны были первые выйти на улицы с уличными протестами против любого повышения любого тарифа. Но в виде той ситуации, в которой сейчас находится водоканал, муниципалитет, мы сегодня поддержим это предложение. Я буду поддерживать, как депутат, о повышении тарифов. Почему? Да потому что сегодня кичиться тем, что у нас самый низкий тариф, в этом случае это аморально. Понимаете? Люди поймут. Но это неправильно, когда сегодня электроэнергия, которая питает этот большой комплекс, она сегодня поддерживается только одной линией. То есть нет аварийной или запасной. Из 35 депутатов 32 проголосовали за повышение, еще трое воздержались. Теперь слово за правительством республики. Депутатов 6-го созыва Чебоксарского городского собрания чебоксарцы выбирали по-новому, по смешной, мажоритарно-пропорциональной системе. То есть половину депутатов выбирали по одномандатным округам, проще говоря, по фамилиям, а половину по партийным спискам. Так, в собрании образовались фракции. Сегодня мы поговорим с представителем партии КПРФ Алексеем Шурчановым. Алексей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вы думаете, новый принцип, как повлияет на работу собрания? Ну, знаете, да, это был первый раз, когда в городское собрание прошли депутаты не только от одномандатных округов, но теперь еще и представители фракции. И считаю, что этот новый принцип, ну, естественно, повлияет лучшим образом. Потому что если раньше одномандатники были все представители партии «Единая Россия», то теперь, значит, есть оппозиционные партии, которые будут также влиять, будут стараться, во всяком случае, влиять на то, что происходит, значит, в городе. А тем более, если брать слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, он всегда говорит, что оппозиция, она нужна, особенно конструктивная оппозиция. Скажите, есть вопросы, по которым вы солидарны с «Единой Россией»? Ну да, конечно, есть. Это вопросы, вот мы обсуждали там по административным комиссиям, да, вопросы, касающиеся некой жизнедеятельности города, потому что, ну, понятно, что это нужно, и там, так сказать, меньше политики, там больше хозяйственная составляющая, естественно, мы эти вопросы все поддержим. Я просто хочу уточнить, что мы ведь не для того там присутствуем, чтобы, вот, так сказать, играть в какую-то войнушку, понимаете? И, так сказать, если «Единая Россия» голосует за, то мы априори должны голосовать против. Естественно, нет. Мы во многих вопросах голосуем все солидарны, все фракции причем, то есть все горсобрания. Но есть вопросы, где мы принципиально будем расходиться, конечно. Я знаю, что округ, который вы представляете, он в чем-то уникальный. Расскажите, пожалуйста, про это. Ну да, 14-й округ. Суть в том, что, вот, как я уже сказал, по старой системе, когда одномандатники выбирались, они представляли, вот, каждый одномандатный, значит, округ имел своего депутата. Сейчас в нашем округе, так как система, как вы уже правильно сказали в начале передачи озвучили, она была первый раз, вот, выборы по одномандатным партийным спискам, ну, вот, например, в моем 14-м округе, где я избран, там аж 4 депутата. Два от «Единой России», один ваш покорный слуга, и депутат Никитин, значит, тот справедливый в России. Того 4 депутата. Вот, так сказать, такого бы раньше не было, скажем так. Ну что ж, 14-му округу повезло. А вот что вы, как депутат, или, может быть, да, как представитель партии, вот, в первую очередь, сделаете в своем округе, или, может быть, уже сделали с момента избрания? Ну, знаете, вот моя приемная, которую, в общем-то, все уже, наверное, в округе знают, я повторюсь, она находится в городе Чебоксар, улице Гузовского, 21, корпус 1, она действует уже с июля месяца. На самом деле, мы собирали во время выборов, так сказать, агитации, назовем это так, наказы наших избирателей. Многие наказы, ну, такие, я уж не хотел об этом говорить, но посыпать там крошку, да, там, асфальтной крошкой, засыпать ямы и так далее, да, ну, это вот мы делаем, значит, сделали. Много наших избирателей, они идут все со своими проблемами, и мы с каждой проблемой будем разбираться. Вот всех их волнует, конечно, это и капитальный ремонт, и сфера ЖКХ. Я знаю, что вы, я зачитаю, являетесь руководителем Чебоксарской городской общественной приемной в защиту прав жителей многоквартирных домов по вопросам ЖКХ при Чебоксарском горкоме КПРФ. Вот эту свою деятельность, да, в качестве депутата ЧГСД уже вы как будете развивать? Статус депутата мне, может быть, даже поможет в этом плане, потому что у меня появились выходы на наших, скажем так, руководителей отделений, имеется в виду, вот в администрации, да, на главу администрации, на его заместителей, для того, чтобы помочь людям решить насущные вопросы. Вот вы помните, что у нас сейчас действует, и знаете, федеральный закон о капитальном ремонте, да? Фракция КПРФ подготовила законопроект, который будет внесен в Государственную Думу, да, о том, что, значит, 85% оплачивает государство, то есть софинансирование, а 15% всего оплачивает граждане, и причем они начинают оплачивать не так, как сейчас мы оплачиваем, а именно, так сказать, вот 5 лет до ремонта конкретного срока осталось 5 лет, да, и они вот эти 5 лет начинают платить. И эти, как бы, механизмы, на самом деле, они, их можно внедрить и можно их сделать. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом Чебоксарского городского собрания Алексеем Шурчановым. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok